Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-Ниндзя-Легенды. Ну что же, поехали, для начала зайдем в магазин, у нас две колоды готовы, надо посмотреть, что у нас здесь выпадет. Так, я вижу, кто там, Карай? Да, ребята, Змея, Карай нам достается, это мы пропускаем, и, соответственно, будем с вами вторую колодочку смотреть, и я смотрю, у нас там, кто это? Ага, Донателла из фильма, замечательно, так, давайте-ка заберем задание, опять, что за фигня, ребята, у нас Донателла только и выпадает. Так, Сплинтер, пять осколков серебряных достается нам, и Эйприл Кунаичи, да? Две ДНК, четыре телепорта, это, кстати, очень мало, ребята, нужно нам докупать, три доллара и пятьсот мутагена. Так, замечательно, с этим вроде бы мы разобрались. Так, давайте посмотрим, что у нас сегодня, подожди секунду, ага, до конца, шестнадцать часов, давайте, ребята, мы с вами понабиваем эти жетончики, вы прекрасно знаете, что они мне очень сильно нужны. Так, у нас Зэк, ой-ой-ой, Карай и Паукус, то есть, получается, у нас сильный тут только Зэк. Соответственно, мы сможем с вами дойти, наверное, только до третьего или четвертого этапа, и все, там нам придется сдуться. Мы не потянем Змейка Вьюна, но будем доблестно сопротивляться, конечно же. Хорошо, здесь он получил, как вы видели, люлей. Сразу же автоматически переходим на второй уровень, да давай, все понятно здесь. Не тайми. Так, сорок жетончиков, ребята, получили, здесь уже будет у нас шестьдесят. И уровень Змейка Вьюна здесь сороковой, то есть, легко должны будем справиться. Погнали. Так, сейчас, я думаю, Зэк ударит разок, и он рассыпется у нас. Ну, что ты там? Ах ты, ты смотри, он понизил мне атаку. Ладно. Все равно должны справиться с ним, ребят, все равно. Ну-ка. Ты смотри, какой он крепкий. А если вот так вот сделаем? Опс. Ага, мы ему тоже, ребята, понизили атаку, так что... Что он делает, а? Давай-ка вот так сделаем. Опачки. И плевок. Так, ты посмотри-ка, держится еще. Ну, не хочет падать, а, гаденыш. Ха-ха, зато промахнулся. Ну, давай, Зэк. Вот так вот, молодец. Значит, следующий этап у него будет шестидесятый, точнее, уровень. На следующем этапе будет шестидесятый. И, естественно, мы его вряд ли пройдем, потому что у меня... Вот здесь только Зэк шестьдесят четвертого. Вы видели прекрасно, как он разбирает до этого. Соответственно, вряд ли мы пройдем. И если пройдем вдруг, мы получим с вами восемьдесят жетонов. Ну, что ж, давайте посмотрим. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Сейчас это будет очень больно. Он с одного плевка, я больше чем уверен, положит карайку и паукуса. Ну, и, соответственно, Зэк один на один со змейкой бьёном. Он не справится просто-напросто. Вот и все. Я об этом вам и говорил. Смотрите, что произошло, ребят. Просто с удара он карайку положил. Ой, Зэк очень слабо бьет. Соответственно, мы здесь не сможем, ребята. Блин, да когда же я его буду вырубать-то уже, а? Этого Змейка Вьюна. Он меня уже порядком, честно говоря, достал. И он, тем более, по два раза ходит. Офигеть, можно просто-напросто. Ладно, проиграли, так проиграли. Но, тем не менее, ребят, мы заработали с вами там тридцать и сорок, да? Это семьдесят... Так, и у меня пятьсот. Не хватает совсем немножечко, ребята, чтобы я мог кого-то себе приобрести. Ну что ж, давайте зайдем в испытания. Мы с вами день Дони. Сегодня я с утречка одно прошел. У нас остается еще... Ну, еще прилично. Вряд ли, конечно, мы здесь потянем. Потому что дали мне здесь, ребятушки, слабеньких персонажей. Видите, да? Железная голова, Эйприл, Муха, Бакстер и Тигр. То есть, они все сорок пятого. Ну, и Железная голова пятидесятого. То есть, буквально еще мы два-три этапа пройдем и все сдуемся. Потому что не сможем дальше преодолевать врагов. Ну, а пока у нас есть возможность их разбирать. Естественно, ребятушки, будем их всех чекрыжить. Так, двадцатый уровень. Естественно, ребята, здесь падает без каких-либо проблем. Практически никакого сопротивления здесь нету и не будет. Так, Железная голова, Роквелл. В общем, давайте вот так вот бомбанем по всем. Ах ты, смотри-ка, выжил. Железноголовый-то. Так, и последняя здесь третья волна у нас. И смотрим, кто у нас тут. Дони, Дони, Дони. Дони из разных эпох. Ладно, для нас-то это ерунда, ребят. Все равно все всхлопочат. Так, давай-ка мы... А, тут, в принципе, без разницы, да, кого бомбить. Давай поджарим одного. Отличненько. И давай так вот бомбанем просто и все. Так, ну что, следующий уровень, наверное, будет, ребята, с тридцать пятым у них уровнем. Я имею ввиду у монстров. Так, одну карточку Доника мы получили. И давайте глянем. Да, ребят, тридцать пятый уровень у наших врагов. У нас сорок пятый. То есть еще пока мы будем справляться здесь. На следующем уже, скорее всего, будет тяжело. Или, может быть, даже вообще не пройдем. Но, тем не менее, давайте смотреть, ребята. Так, вот о чем я вам говорил. Давайте вот так вот сделаем. Так, бронированный таракан выжил у нас как-то. Умудрился выжить? Ладно, не беда. Сейчас мы его вот так вот. Так, вторая волна. Тут всего их три будет. Замечательно. Макман и Эйприл. Давай бомбанем, наверное, да? Тут еще грибки у нас. Все, все сдулись с одного удара. Отлично. Так, и вот они опять наши Доники. Давай-ка вот так вот волну смерти сделаем. Ой, красота какая, ребят. Сейчас будут постепенку получать. И, соответственно, будут погибать. Смотри-ка. Этот, наверное, я думаю, погибнет. Я думаю, вот этого Доника, наверное, сейчас... Ой, что я сделал? Ёлки-палки. Блин, ребят. Ну, как же так? Попутал я. Удар хотел. Звезда ноти, а получилось подхилиться. Да, зря. Но я думаю, что мы... Да, ребят, мы и так выиграли. Ничего, как говорится, страшного. На три звезды все отлично. Двигаемся с вами дальше. А вот тут уже, наверное, будет, ребятушки, проблема. Проблема большого характера. Так, смотрим. Так, заходим сюда до 45-го уровня. Буквально, ребята, мы с ними наравне. Единственное, что нас может здесь выручить, это то, что у него все-таки слабее по звездам. Хотя у нас Баксер тоже не ахти. Ну, да ладно, мы все-таки попробуем. Может быть, осилим как-нибудь. Так, тут начинается у нас с крыс. Так, она промахивается. Это, ну, в принципе, урона большого я не вижу, чтобы они нам наносили. Поэтому будем атаковать. Тем более, они 40-го уровня, мы видим. То есть, на 5 уровней слабее нас. Так, готово. Удар. Так, железноголовый добивает. И переходим с вами на вторую волну. И на вторую волне нас встречает кто? Роквулл. Эй, пульвизатор или как? Я уже забыл, как его увеличать-то этого охламона. Глазадого. Который все время с жопой своей крутит и берет провокацию тем самым. Так, нормулька. Давай-ка вот так вот. Ах ты, елки-палки. Не смог не пробить. Во-во-во-во. О чем я вам говорю? Задотрясы, вот так вот назовем. Давай-ка бомбанем разочек, чтобы не выделались. Ух, не смогли моделять. А если я вот так вот сделаю? А? Так, ну, Роквулл, естественно, ребята, сейчас отдуплится. Он должен отдуплиться. Так, и этого трясозада сейчас мы с вами, наверное, положим. Да что такое? Он крепкий. Когда он у меня, ребят, стоит в провокации. Он у меня ватный. Как он у врага, почему-то его хрен пробьешь. Не знаю, в чем проблема здесь. Ты посмотри, блин. Бомбим, бомбим. И пофиг ему на все. Все, положили, наконец-то. Мне пришлось на него потратить все суперудары свои. Так, ну что же, давайте приступим, наверное, мы вот с этого Донателло. Ой, у него тут очень много... Да у них у всех много здоровья. Поэтому я даже не знаю, сможем ли мы с вами здесь совладать-то с ними. Так, постепеночку повесили. Это уже хорошо. Хорош кричать. Ах ты вот что сделал. Ой-ой-ой-ой, ребята. Усиленную атаку на них повесили. Так, это еще с защитой, со своим камнем. Ой-ой-ой, Эйприл, Эйприл, дорогая моя, держись, роднуля. Ты мне здесь нужно, а как же ты так сдулась-то? Так, сейчас будут бомбить. Давайте махиляться будем с вами. Пока железноголовый у нас стоит в провокации, может быть, как-нибудь здесь, ребятушки, еще справимся. Да что ж такое-то? Давай-ка вот так, с понижением защиту. Ага. Губешки раскатил. Ничего, ребята, не вышло у меня с понижением защиты. Ладно, будем тогда так бомбить. Успокойся, я тебе сказал. Давай-ка его. Опс, нормуль. Так, две черепашки, ребята, осталось у нас. Слушайте, я думаю, что должны справиться. Главное, чтобы железноголовый не убирал свою провокацию. Так, что-то тут выделаешься. Ага, луч свой выпускает. Ладно, хорошо. Хорошо, у нас не забываем, ребята, есть хилл еще у Эйприл. Я его не использовал, так что можно не волноваться, в принципе, за это дело. Да падай ты уже. Есть. Так, давайте, ребят. Оу, у нас... А, нет, да, у нас вот у Бакстера был хилл. У Эйприл я как раз-то использовал. Да-да-да, ребят, что-то я совсем невнимательный стал. Да что такое? Что он такой крепкий-то, е-мое? Ты посмотри, мы вообще никакого урона ему не наносим. А если вот так вот бомбанем? Да-а-а, ха-ха-ха. Правильно у него, ребята, и защита, и атака. Что ж ты будешь делать-то? Ну-ка, атака пробьем. Чуть-чуть, чуть-чуть, ребятушки, пробили его, но... На сколько ходов у него это висит? Обычно там на два хода он уже стоит фиг знает сколько в этой защите с атакой. Да вот хренушки тебе, не пробьешь ты нас. А вот теперь получи, как говорится, звездюлей. Да, ребятушки, мы его победили. Но, тем не менее, это, наверное, у нас был последний бой, потому что дальше я не рискну идти, потому что будут там, наверняка, 55-е уровни. Куда мне с моей командой Щеглов, как говорится, туда прыгать? Да, 55-е уровни, посмотрите, да? В любом раскладе, ребята, выигрыша здесь не будет. Позориться не будем со своим проигрышем, поэтому это дело мы с вами оставляем. Так, в этом испытании у нас, по-моему, тоже мы дошли до какого-то определенного момента, где... Да, 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 именно здесь. У нас 75-е уровни врагов, соответственно, у нас очень слабенькая команда, и мы не справимся. Ладушки, что же нам тогда с вами остается сделать? На турнир, конечно же, ребята, на турнир. Давайте-ка зайдем, посмотрим. Так, мы с вами находимся в Лиге Самураев. Так, три звезды, я имею в виду. И давайте-ка мы с вами выбирать какую-нибудь вражину. Давай вот этого попробуем. Так, 46-е, о, 46-е, 49-е даже уровни. О-о-оу. Да вы что, хотите сказать, чтобы я должен брать своих супер... Блин, а по-моему, так и придется делать, ребята, иначе мы с вами сдуемся. А в этом раскладе придется нам всего лишь один бой провести. Вот незадача, а. Да. Не айсово как-то получается. Ладно, ребята, будем бомбиться. Как видите, откатиков у меня тоже нету, к сожалению. Мне даже не продолжить этот бой. Я имею в виду на Лиге. Так, ну давай вот так вот сделаем. Хорошо. Всех покараем сразу. Хоп. Замечательно. Так, добиваем. Но эти для нас уже, ребята, не конкуренты, скажем так. Давай-давай со своим шариком, елки-палки. Думаю, что он его спасет. Он даже промазал. А теперь получи в лоб. Вот так вот. Ну что же, мы должны... А, нет, мы не должны, ребята. Мы не перейдем. Хотя, посмотрим. Я же не знаю, на какой позиции мы с вами были. Так. И... Нет, не переходим, ребята. Я думал, перейдем в одну звезду. Но, к сожалению, нет. Черт бы, побрал. И откатов, как видите, ребята, нету. Ну давайте посмотрим, какие здесь у нас еще есть противники. И с которыми можно было бы, например, подраться. Ну вот тут, например, 46-е и 45-е. Можно, в принципе, рискнуть. Если набрать вот эту вот команду Гуфи. Других слов у меня нету. Просто-напросто. Ладно, я рискну. Я попробую. Если даже получится, это будет великолепно. А если не получится, ну... Ничего страшного. Будем знать. Оу-воу-воу-воу-воу. У ворот. У ворот поставил себе. А, гаденыш. И плюс критовку влепил. Ладно, хорошо. Блин, критовка, конечно, ребята, это очень плохо. Особенно вот от него. Он начнет своим бластером пулять. Стопуду у кого-нибудь положит. Елки-палки. Я думал, сейчас будет хиляться. Нет? А мы, кстати, знаете что? Попробуем. Если мы попадем... Ну-ка. Е-е-е. Эй, прям молодчик. Она сняла с него, ребята, положительные бонусы. Поэтому теперь он просто обычный нубосос. Так, давайте-ка мы вот так, наверное, шмальнем разочек, да? Ой, как красиво. Так, и теперь главное нам простоять. Так, иммунитет вешай. Ладно, вешай себе иммунитет. Он тебя не спасет все равно. И думаю я, что давайте мы вот так вот сделаем. Добьем. Бибопа. Добьем же. Ой-ой-ой-ой-ой. Не добили. Не добили, к сожалению, ребята. Как-то не добили, а сейчас получится, наверное. Есть. Так, теперь я беру, ребята, в расход баксера. Замечательно. И хильнемся. Да-да-да, хильнемся. Обязательно под хил нужен. Так, ну что-то, что-то, что-то. Ах, сейчас будет массовый удар. Причем довольно неплохой. Бомбит нехило. Упал. Ну что, Майки, пора тебе... А, ну, смотри, он все массухой бомбит. Он хочет меня пробить, ребята. Но у него ничего не получится, потому что мы его... Тыкс! Да, побеждаем. Вообще великолепно, ребят. Я не ожидал, честно говоря, что мы здесь пройдем. Но, тем более, идеально. Соответственно, мы с вами дальше поднимаемся по ступенечке. По ступенечке. Ну? Да чтоб тебе. Чтоб тебя, а? 16-я позиция. Ребят, ну, дальше уже, как вы понимаете, у меня ничего не получится. Откатов, к сожалению, нет. Я купить их, наверное, не смогу. Хотя посмотрим сейчас. 250. Но, честно говоря, мне жалко тратить 250 долларов на 10 откатов, ребят. Потому что я хотел деньги потратить на порталы. Мне нужно... 30 порталов маловато, конечно, но... Но лучше я возьму их. Лучше я возьму их, потому что, ребята, у нас с вами очень много пиццы осталось, да? И, соответственно, нам нужно ее потратить на поиски ДНК для других героев. И мы сейчас будем с вами искать кого. А это сейчас мы, ребятушки, с вами разберемся. Так, я не помню. По-моему, я нейтрализатора с утра искал. Да, ребята, откаты у него стоят. Хорошо, давай тогда мы посмотрим на... Блин, а кого же мне нужно? Змейковьюн и мутагеноид, по-моему, тоже, ребята, я... А нет, Змейковьюна можно поискать. Ну что ж, давайте его поищем. Хотя, честно говоря, я не особо люблю им играть. Давненько я не играл и как-то, знаете, не прижилось. Мне он не нравится. Хотя есть в нем какой-то шарм. Есть у него массовая атака, ребята. Может быть, если его подраскачать, малька, да? Он будет что-то из себя представлять. Но в данный момент он какой-то ватненький. Не нравится он мне. Ладно, хорошо, ребята. Сейчас мы все это барахличко с вами соберем. Карточки, как видите, что-то кисленькое у нам падают. Видать, Змейковьюн услышал, что я недоволен им. И перестал ко мне в руку, как говорится, падать. Сколько у нас пиццы тут не видно? Ладно, ничего страшного. Мутагеноида, по-моему, я сегодня, да, ребят, находил. Поэтому, как видим, там стоит у нас откатик. И, ага, можно крипа поискать. В принципе, нет, нет. Лучше, наверное, Пиццелицева. Ах ты, да что ж такое-то? У меня везде откат, ребят. Что за ерунда? Кстати, вот к северу Монтеса я давно хотел поискать, ребята, в плане того, что... Ой, тихо, 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 не сюда зашел. В плане того, что мне он нравится как боец. Он очень мощный, в плане у него... Да что такое-то, елки-палки-то? Куда я все время нажимаю? Мне нужно найти. Так, погоди, я не понял, что вы мне тут втираете-то? Ага, то есть я его должен апнуть, да? А так я не могу найти без этого, без апа на него карточки? По ходу дела нет, ребята, не могу. Странно как-то. Что это за ерунда такая? Я же раньше не находил его. Непонятно. Но в любом случае нам не хватает серебряных, ребята, осколков, чтобы... Оу, Ваня, Ванечка, Ванюша, ёппарасы-те, ты же у меня на финальной, ё-моё, на финишной прямой. Как я про тебя забыл-то, родной ты мой, ёппарасы-те, а? Ай-яй-яй, не выпало, ребята, не выпало, ДНК-шечка. Да что ж такое-то, а? Ладно, хорошо, выпало. Смотрим, ребят, по-моему, не хватает одной, да, буквально. Черт бы тебя побрал, а, Ванюша? Нет, двух даже не хватает. Э-э-э, неужели, неужели нам... Так, здесь мы не можем. Ну, хорошо, 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 уговорили, уговорили. Я делаю, ребята, сброс. Я попробую все-таки найти недостающие две ДНК. Теперь уже одна осталась. Дайте, дайте мне, пожалуйста, ДНК на него. Есть! Да, ребята. Да, вот оно, вот оно случилось. И, конечно же, так, две пятьсот, у нас все хватает. Давай, Степанко. Получай третью серебряную звезду. Молодец. Ох ты, у него, ребята, новая специальность открывается. Хе-хе, из России с любовью называется. Иван бросает гранату во врага. Вероятность 25% вызвать отложенный урон в течение двух ходов. Вот такой вот он, Ванечка. Хе-хе-хе, из России с любовью. Так. Ну что же. Что же мы еще с вами можем, ребята, сегодня замутить, сделать? А, наверное, я уже и ничего, да? Как бы я тут ни пыхтел, ни кроптел, а ничего сделать мы с вами не сможем. Здесь крутить их. Конечно, с удовольствием можно было бы, ребята, но дурно. Ладно. Ах ты. Только согласился крутануть, и мне сказали, парень, у тебя не хватает пиццы, у тебя всего 11. Да, ребята. Ну что же. Тем не менее, сегодня мы немножечко подрались, немножечко поднялись в лиги. Да, конечно, с утречка я немножечко рубанул. Как видите, откатики, хератики и так далее и тому подобное. Соответственно, у нас и заданий сегодня не были. Как видите, они все еще в отложенном варианте. Через 4 часа только будет откат. Вот. Ну, а на этом, пожалуй, дорогие мои друзья, я буду завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть. Так что, все пока и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок